Всем привет! Сегодня 3 июня, и я начинаю этот влог, потому что мне скучно, и я просто хочу заснять влог. Всё просто. Сегодня я ничего не делаю, ничего не читаю, я не знаю, просто день лени какой-то. Просто вчера я дочитала две такие прекрасные книги, что теперь ничего не хочется начинать. Это «Унесённый ветром» первый том и второй том. Я просто их бесконечно люблю, только что прям сняла, ещё не переоделась обзор. Он получился на 20 минут с лишним, поэтому я не знаю, как я буду монтировать, но я надеюсь, что что-то дельное из него получится. Завтра у меня марафон 24 часа чтения. Такой контраст с сегодняшним днём, потому что сегодня я отдыхаю, а завтра у меня сразу марафон. И я хотела бы показать вам планы на эти 24 часа. Во-первых, это «Удар в молнии» Криса Кулфера очень давно хотела прочитать. Она безумно тоненькая, поэтому я изначально хотела её взять на марафон, то есть здесь реально очень мало страничек. Я думаю, прочитается она легко. Далее «Теряю» Тиффани Кинг. Тоже очень хочу прочитать этот триллер. И здесь безумно большой шрифт. И если успею, то возьму третью книгу, исполняющую желание от автора «Королева тьмы». Конечно, эти планы могут поменяться, если книга у меня не пойдёт прям, но я надеюсь, всё будет хорошо. И сейчас я хотела поставить какой-нибудь фильм и заполнить читательский дневник. Так что буду выбирать сейчас фильмец, который я буду смотреть. Я сейчас буду заполнять ежедневник и читательский дневник. И смотрю «Дивергент» первую часть. Фильм, в принципе, прикольный, но не знаю, я его уже как-то не могу закончить неделю. То есть начала давно, только сейчас решила закончить. Как бы интересно, но не то, чтобы мне прям очень-очень нравится. Продолжаю смотреть фильмы, теперь уже полночное солнце. Вообще ничего не знаю в сюжете, но многим моим друзьям понравилось. И букстаграмерам, и всем, поэтому решила тоже посмотреть. Я только что досмотрела полночное солнце и просто рыдаю, потому что фильм мне очень-очень-очень понравился. Действительно попал в любимый, я не ожидала, что он мне настолько понравится. Я не могла не заполнять читательский дневник, не что бы делать, потому что я просто не могла оторваться от просмотра этого фильма. Всем советую посмотреть полночное солнце. Я не ожидала, что он мне так понравится. Он шикарный, и я так рыдала сейчас, просто вы не представляете. Вы видите, как это выглядело до, а теперь это выглядит вот так. В принципе, мне понравился результат фото, как бы получилось достаточно красивое. И кто не знает, подписывайтесь на мой инстаграм. Вот здесь вот оставлю где-нибудь ник, чтобы вы могли подписаться. Меня, короче, сестра только что заставила пойти в магазин. Вот это чудо. И мы идем за шоколадкой. Он достаточно далеко, эти минут 15, но она заставила меня выйти из дома. Я, кстати, видео демонтирую, так что завтра буду его выкладывать. Да, идем за шоколадкой. Даша, ты почему ешь чипсы? Чипсы, это, наверное, ты в курсе? Они начались, там картошка, соль и специя. Все равно это даже невкусно. Слушай, я купила свою мороженую, шоколадку и живу себе спокойно. А она ест чипсы. Мороженую, шоколадку. Наташа, здоровый образ жизни. Вместо пакета экологичный. И сейчас буду продолжать делать свои дела. Я не помню, какие там еще остались планы. По-моему, надо написать отзыв на «Помещенных ветром». Потому что завтра на это не будет времени. Завтра мне марафон 24 часа чтения. Тебя не достать быть. Что? Отвратительно. Что? Что за противень? Ну, целый день Лады будет в книге. Лад, пошли. Что-нибудь поделать? Нет. Но это марафон. Вот. Поэтому сейчас надо доделать все дела. Марафон и зло. И проводить марафон. Сегодня уже четвертое июня. Марафон через три часа. Сейчас уже 11. Я начинаю в два. Ну, а сейчас я выложила видео, которое я вчера демонтировала на канал. Книжные планы на лето. Я очень рада. Она получилась, конечно, коротенькая, но она мне нравится. Редко, что мне нравятся собственные видео, поэтому я рада. И сейчас буду завтракать, смотреть фильм, а потом уже в два буду начинать марафон. Мне, конечно, очень страшно, потому что я иногда забрасываю марафоны. То есть я их не раз начинала, но забрасывала. Поэтому мне очень-очень страшно, что и этот постигнет такая участь. Но надеюсь, что нет. Надеюсь, я выдержу. Вот оно видео на канале. Книжные планы на лето. А сейчас я хочу посмотреть BookTube. Потому что за завтраком мне нечего делать, и я смотрю BookTube. Смотрите, какие тут предложены. Клуб Финкс и Йога. Роме Букс и Йога. Я не занимаюсь Йогой. Откуда тут это? Сейчас уже почти шесть, марафон идет полным ходом. Я дочитала «Удар молнии», и у меня были большие надежды на эту книгу. Но, к сожалению, не бывает в жизни разочарование. Но сейчас я начала «Теряя аллею» уже вторую книгу за марафон. Я очень-очень рада, потому что боялась, что даже одну не прочитаю. Теперь можно расслабиться, а читать прямо в удовольствие. Короче, всем привет. До окончания марафона два часа. Я читаю уже третью книгу за марафон. И на половине нахожусь, почти на половине. Мне, кстати, нравится. Ну, не меньше коррелевой тьмы, по крайней мере, пока что не лучше. Но все-таки погода. Просто второй день самый ужаснейший на свете, потому что там сейчас ливень. И не люблю я такую погоду, когда два дня подряд идет дождь и сильнейший ветер. Сегодня марафон два закончится. Я планирую монтировать видосы и смотреть фильмы, потому что я очень устала от чтения. И думаю, что после окончания марафона возьмусь еще за какую-то книгу. У меня нет надежды уже дочитать «Исполняющего желания» до конца, потому что тут очень мелкий шрифт. Но ладно. Будем надеяться, что хотя бы до двухсотой страницы я дойду и завтра дочитаю ее уже без марафона просто так. Мы уже едем в торговый центр. Я взяла с собой книжку, чтобы почитать в свободное время. И, в общем-то, мне хорошее настроение, потому что я наконец-то выбралась из дома. И мы едем, хотя на улице очень-очень-очень дождливо. Прекрасная погода. Сегодня уже 7 июня. И я хотела рассказать вам, что произошло за эти два дня, когда я совершенно забыла о влоге и не снимала ничего. Я не помню, на чем я остановила съемку. По-моему, я закончила марафон и ехала куда-то. А ехала я в ТЦ «Алмаз». Там мы хотели купить одежды и что-то там еще. И я попросила маму зайти в «Читай город». И, в общем-то, я уговорила ее купить одну книгу. Хотя сначала у меня был шок, потому что я захожу в книжный, хотела что-то купить. И понимаю, что у меня совершенно нет хотелок. То есть я думаю, вспоминаю, какие книги я хотела прочитать. И понимаю, что их нет. То есть совершенно ничто меня не интересовало. Я проходила по магазину и просто понимала, что ни одну из этих книг я не хочу прочитать. У меня был шок. Но потом я увидела истории Саши и еще девочек в Инстаграме, что они читают совместно Кшир. Королевство Шпофроз. И я резко захотела прочитать, потому что я уже напугалась, что вообще ничего не хочу читать. Но все-таки я купила эту книгу и я очень-очень рада. И оформление у нее просто шикарное. Правда, здесь еще была такая суперобложка наполовину, но она у меня порвалась. Точнее, она еще в магазине у меня была чуть-чуть порванная и запачканная каким-то веществом. Поэтому я ее просто выкинула. Ладно, мы приехали. Куда? Ты снимаешь? Ну все, Настя. А куда? Мы в Балт, поехали с бабой. А, купите вкусную клубнику. Ну, не знаю. И абрикосов. Купите. Ну и когда мы вернулись домой, я очень долго всю ночь читала и закончила «Исполняющего желания». Книга мне достаточно понравилась, почти как «Королева тьмы», может быть, даже больше. Я даже не понимаю, какая из них все-таки понравилась мне больше, но ладно. В общем-то, Сиджи Ридвайн вообще впечатлила меня как автор. Обе ее книги мне понравились. Оставили только хорошие воспоминания. И если у нас когда-нибудь выпустят еще книги автор, то я их просто обязательно куплю, потому что и «Королева тьмы», и эта история мне очень понравились. Я рада, что не успела закончить ее за марафон, потому что насладилась историей. Не читала, чтобы быстрее закончить, насильно ее читала, читала, читала всеми способами, пропускала строчки. Я просто медленно, но насладилась книгой, и я этим довольна. Ну а далее я взялась за «Королевство шипов и роз». Я безумно рада, потому что сейчас нахожусь уже на половине. Получается, я вчера начала читать. Нахожусь на 311-й странице из 500. И получается, это шикарно. Конечно, я не скажу, что это лучший темный фэнтези, который я пока читала, но все-таки мне нравится персонажа, мне нравится мир и задумка. И многие говорят, что первая часть, она такая скучноватая, а вторая и третья, они просто бомбезные, поэтому я сегодня уже заказала себе утром на зоне вторую часть. Она называется «Королевство гнева и тумана». Ну, короче, такая синенькая. И она мне уже завтра придет, надеюсь, поэтому после этой книги сразу начну ее читать, вторую часть. Она, правда, там прям кирпичик, 700 страниц, но ладно, я, надеюсь, выживу и прочту ее. Я просто у очень многих блогеров видела рецензии на «Королевство шипов и роз», и они говорили, что первая часть им не понравилась. Но мне она нравится, то есть мне и первая часть понравилась, значит, какой восторг мне должна привести вторая. очень большая у меня надежда на продолжение, и, ну, просто интересная история, которую хочется читать дальше. Ну, из интересных событий, собственно. Я заболела. Как ни странно, лето на дворе, школа закончилась, именно сейчас я заболела. У меня бронхит. Я не знаю, что это такое, но мне страшно. Ну, ладно, я знаю, что это такое, но как бы так относительно. Просто я очень давно кашляла, уже недели две еще, с начала школы. И тут я приезжаю к поликлинику, а мне говорят, у вас бронхит. Я такая, ну, ладно, хорошо. Короче, купили мой ингалятор, я такая сижу, дышу им, читаю книжку, но все вроде нормально. Ну, на самом деле мне не страшно, все нормально, я жива, ем мороженое. Читаю книги. Надеюсь, что на следующей неделе я выздоровлю и пойду на отработку в школу. Потому что мне действительно хочется с друзьями пойти одновременно, они когда не сходят, а я потом выздоровлю и пойду одна. Я так не хочу, совершенно не хочу. Кстати, вы не поверите, но на улице прекрасная погода, как бы после трех дней ливня и дождя, и грозы, и грома, наконец-то на улице солнце. Я очень-очень рада. Поэтому сейчас, скорее всего, пойду на улицу. Всем привет, сейчас уже следующий день. Наверное, где-нибудь часов 11 утра. Я проснулась в 8, чтобы почитать, и так и сделала. Конечно, я немного отвлекалась, но, в общем-то, мне осталось вот столько. Это страничек 20-30, поэтому сейчас выйду на улицу, буду дечитывать уже до конца, потому что там хорошая погода, хочется уже выйти вон туда. Поэтому сейчас оденусь и буду дочитывать эту хорошую историю. Точнее, даже великолепную, я бы сказала. Пока что это 9 из 10, но многие говорят, что вторая и третья часть еще лучше, поэтому я надеюсь, что история войдет в любимую, когда я прочитаю следующую часть. Ну, она и сейчас мне очень-очень нравится. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»